Назовите участки улиц в городе, где чаще всего скапливаются пробки. Ну, пробок у нас, можно сказать, как таковых нету. Это полностью остановка движения. У нас полностью остановка движения нигде не происходит. Происходит только в отдельных моментах. Это когда происходит ДТП, естественно. А так у нас затруднение движения происходит на всех центральных улицах. Это город Одинцово. Это, естественно, самая большая наша оживленная трасса. Это Можайское шоссе. Это, естественно, на улице Недельно, улице Жуково, улице Бирюзово. Вот в этих моментах улица Говорова с пересечением с улицей Чикино Можайское шоссе. Вот в этих местах у нас происходит затруднение движения. Происходит это по дороге через деревню Яськино, в 8-й микрорайон у нас, черта города нашего. Это, естественно, Можайское шоссе в Мамоново. Это большие проблемы на Красногорском шоссе, тоже в черте города происходит у нас. Ну, в основном, это у нас часы пик, так можно сказать. Это утреннее время и вечернее время. Все водители это прекрасно видят, и водители, и пешеходы. То, что наибольшее скопление транспорта у нас происходит именно в часы пик. Это и есть основная причина заторов? Основная причина заторов это то, что наша транспортная система уже с трудом справляется с тем количеством транспорта, которое движется через город Одинцово. Получается затруднение, это светофорные объекты, естественно, из-за того, что количество транспорта просто-напросто очень большое. А именно в часы пик, это начиная утреннее время с 7 часов утра, примерно до 10 часов утра, и вечернее время, это начиная с 17 часов до 21 часа у нас происходят затруднения. Ну, вокруг затруднения, выезжая с черты города Одинцово, понятно, что там строительство до сих пор развязки идет, и, естественно, там из-за этого небольшие проблемы на выезд из города и на въезд в город. Я думаю, когда в ближайшее время развязку эту полностью запустят, проблем там будет поменьше. Но я так думаю, что они останутся. А в какой месяц года больше всего пробок, заторов в городе? Последние примерно года три мы проводим анализ именно по плотности движения автотранспорта. Естественно, мы приходим к тому выводу, что сейчас на увеличение автотранспорта влияют только праздничные дни. Ну, к первому сентября это традиционно. И в выходные дни, когда транспорт движется у нас пятницу, субботу из Москвы в область, и в воскресенье, и в понедельник утро, и это, естественно, когда транспорт движется обратно из области в Москву. Происходит наибольший такой наплыв автотранспорта. Вот именно в эти вот периоды времени. Когда увеличение происходит практически в три раза, чем в нормальный будний день. А если брать неделю, то есть какой из дней больше всего, или из заторов, или аварий происходит? Ну, аварии у нас происходят каждый день, естественно. Но аварии у нас есть, это административные, там где люди не пострадали. А есть у нас ДТП, которое происходит с пострадавшими и с погибшими людьми. Как показывает практика, у нас в основном ДТП, те, которые с пострадавшими, происходят в выходные и праздничные дни. Причем, как показывает наша аналитика, около 50% этих ДТП у нас происходят не с нашими жителями. То есть не с жителями Одинцовского района. То есть это те люди, которые проезжают либо транзитом в наш район, либо те, которые приезжают на отдых в наш район. То есть вот взять даже последний ДТП, у нас в ДТП попал человек с Ростовской области. То есть это последнее, которое на момент нашего общения произошло у нас, вот это ДТП. Потом наезд на пешеход был у нас, вот это предпоследнее ДТП в черте города Одинцово. Это с другого района Московской области житель приехал под разгрузку в черте города Одинцово в магазин и совершил, двигаясь задним ходом, наезд на пешехода, на девушку. Тоже был причинен вред здоровью. Вот такие ДТП у нас, конечно, тщательно разбираются, выявляются причиной этого ДТП. Есть, к сожалению, у нас ДТП с пострадавшими людьми, такие, где присутствует дорожный фактор у нас, именно сопутствующий этому ДТП. В основном мы пытаемся очень быстро устранять эти недостатки совместно с дорожными службами и собственниками дорог. Поэтому здесь административные материалы у нас, там, где люди не пострадали, это у нас в основном, конечно, получается там, где у нас плотное, интенсивное дорожное движение. Это Можайское шоссе, это центральные улицы и большие парковки возле магазинов у нас, торговых центров. Это там, ну и дворовые территории, когда у нас автотранспорт, например, паркуются, разъезжаются друг к другу, причиняют просто материальные ущербы, это связанные вот такие вот ДТП. Но Можайское шоссе, это у нас традиционное несоблюдение дистанции, несоблюдение скоростного режима, когда один автотранспорт огоняет другой, либо во время перестроения. Потом еще хотелось бы отметить то, чтобы, во-первых, водители были как можно внимательны, потому что ситуация у нас складывается таким образом. У нас город по населению-то, можно сказать, один из больших в области, а площадь его одна из самых маленьких. Поэтому, если у нас ДТП происходит административно и перекрывается проезжая часть, ну даже на Можайском шоссе одна полоса. То есть, если мы за 15 минут этот ДТП не убираем с проезжей части, у нас встает движение из-за этой проблемы уже на Минском шоссе. Если этот ДТП не оформляется в течение 30 минут, но это я вам предварительные цифры даю, не оформляется в течение 30 минут, проблемы создаются до города Москвы, а если это ДТП и затруднение в движении на Можайском шоссе не убрать в течение часа, то мы парализуем все дорожное движение на всем западе Москвы, можно сказать. Поэтому Можайское шоссе наше в черте города Одинцова очень, можно сказать, стратегически важное направление на всем западном направлении Московской области. Ну и точно так же и Минское шоссе. Потому что если вот эти две трассы у нас заблокировать, то проблему мы создаем в течение часа даже городу Москве. Поэтому именно надзор за движением у нас усилил на таких интенсивных участках дорожного движения. Естественно, если у нас ДТП на Можайском шоссе происходит, там где интенсивное движение, в первую очередь задача освободить проезжую часть от этого затруднения. А самый аварийно-опасный участок на Можайском шоссе какой? Вообще у нас выявлено по последним нашим данным, по истечению полугода этого месяца, мы делаем расчеты, у нас там выявлено 6 очагов аварийности, там где происходит у нас ДТП. Это самое аварийное место на всей территории нашего Одинцовского района. Ну, во-первых, это связано с тем, что у нас в Можайском шоссе самое интенсивное дорожное движение не только по транспорту, но и по пешеходам. Потому что у нас достаточно еще жителей, которые считают своим долгом перебежать проезжую часть в неустановленном месте, из-за чего и создаются у нас проблемы. Это случай не редкость, хотя и большой профилактик мы проводим и с пешеходами, и с водителями. Ну, с водителями понятно то, что мы предоставляли преимущество пешеходам, потому что у нас неоднократно в этом году были случаи наездов на пешеходов именно в тех случаях, когда водитель обязан предоставить им преимущество в движении при переходе проезжей части. Были и такие случаи. Их, конечно, гораздо меньше, но они, к сожалению, на данный момент есть. Ну, все-таки, если назвать эти участки 6, это какие? Они все. У нас Можайское шоссе в черте города всего 7 километров. Ну, по сути. На каждом, в черте каждого километра есть аварийный участок. А в день на территории Одинцова сколько происходит ДТП? ДТП административных у нас происходит около 40. Это административный ДТП там, где причинен материальный ущерб именно транспортному средству. Это в городе или в районе? Нет, это полностью в районе. У нас статистика идет полностью по всему району. То есть по всей нашей территории обслуживания. Но я хотел бы сказать о том, что территорию района у нас обслуживают 3 подразделения госавтоинспекции. Конечно, самая большая часть это наше подразделение, но также у нас обслуживают подразделения города Москвы. Это вы прекрасно знаете. Это Рублево-Успенское шоссе, Красногорское шоссе, Подушкинское шоссе, Первое Успенское шоссе, Второе Успенское шоссе. Это обслуживает у нас город Москва, это спецтрассы. И Минское шоссе, потом Можейское шоссе, кроме черты города Одинцово, и бетонное кольцо обслуживает 10-й спецбатальон Московской области. Если взять район в целом, то какая самая частая причина ДТП? Ну, самая частая причина ДТП, это я беру по своему подразделению, и сейчас я беру ту цифру, которая у нас именно та, где люди пострадали, и это у нас на данный момент это столкновение. То есть это выезды на полосу встречного движения, либо несоблюдение скоростного режима. То есть это, ну, у нас называется это столкновение по нашей формулировке. Понятно, что при лобовом столкновении получается самый тяжкий урез здоровья из-за того, что транспортные средства, даже если 60 км в час движутся, и при лобовом столкновении получается удар 120 км в час. Так как у нас есть категория народа, которая любит превышать установленную скорость, этот удар получается гораздо с большей скоростью. Поэтому именно в таких ДТП происходит самый тяжкий урез здоровья. Светофорные объекты – это вынужденная мера. В основном светофоры устанавливаются в тех местах, где у нас возникает очаг аварийности, там, где у нас гибнут и страдают люди. Светофорные объекты – это, можно сказать, то, что самое эффективное инженерное сооружение именно в очередности проезда транспортных средств. Там, где мы установили светофорные объекты, это я вот последнее, то, что на Красногорском шоссе установлен и на перекрестке Красногорского шоссе и улицы Березовы, это в обслуживании города Москвы. А мы на моей территории обслуживания последние светофоры установили, это Детский мир на Можайском шоссе и в деревне Мамонова пешеходные переходы. У нас там были, это два года назад у нас было, когда были наезды на пешеходов и очень много случаев со смертельным исходом. После установки этих светофорных объектов у нас там, это были, во-первых, очаги аварийности. После того, как светофорные объекты там заработали, эти очаги аварийности просто пропали. То есть их нету, все, нет у нас там наездов на пешеходов и нет у нас там ни ДТП, ни столкновений транспортных средств. Вот этот эффект в первую очередь, да, все прекрасно знают, что светофорный объект, он задерживает движение. Но в черте любого города он просто необходим, как воздух, можно сказать, потому что без него на данном участке дороги, ну, людей не спасти. А наша первостепенная задача и наша, и, естественно, администрация, это спасти жизни людей, ну, и, естественно, здоровье людей. То есть вы, получается, выбираете статистику, если она там принесает какой-то показатель, вы обращаетесь к администрации с просьбой установить светофор? У нас с администрациями, во-первых, проводится комиссия по безопасности дорожного движения. На эту комиссию по безопасности дорожного движения любая организация, которая имеет отношение, то есть и администрация, и организация, и пассажироперевозчики, и мы, мы выносим предложение по, естественно, ссылаясь на статистику, по улучшению дорожного движения, либо ликвидации очага аварийности, ну, там же и пассажироперевозчиков мне не учитывается, целиком, как изменить в лучшую сторону. Много предложений мы вносили и по расширению проезжей части, обсуждается светофорные объекты, установка дорожных знаков, дорожные разметки, разграничение полос, это все обсуждается в основном на комиссии безопасности дорожного движения, принимается решение, и уже через администрацию воплощается это в жизнь, можно так сказать, чтобы было понятней. Хотелось бы, чтобы эти решения, конечно, принимались бы гораздо быстрее. Например, принимаем решение, чтобы завтра это было готово. Ну, так прекрасно, знаете, не получается, на все, естественно, проходят определенные сроки, составляется проект организации движения. Проект организации движения, естественно, должен соответствовать всем ГОСТам, всем требованиям. Ведь и дорожные знаки, и ширина проезжей части, это все строго регламентировано, и в связи с этим, естественно, пока проходит подготовление, как он предложение, проходит определенный срок времени. Поэтому о предложении, на самом деле, много вносится, рассматривается и воплощается в жизнь. Но с нашей точки зрения, конечно, нам хотелось бы, чтобы мы сегодня приняли и завтра было готово. А какие-то сейчас есть Ваши предложения в администрацию по изменениям схем движения, установки светофорных объектов? Да, вносили мы большие предложения по увеличению пропускной способности именно на Можайского шоссе. В ближайшее время мы ожидаем цифры, я Вам сказал, приток транспорта большой, просто огромный. Вы прекрасно знаете, что у нас строятся эстакады, это в Перхушкове на железнодорожном переезде. Значит, сейчас я Вам грубую цифру скажу, если это железнодорожный переезд, берем час времени, да, отрезок, грубо говоря. Вот в час времени, примерно, говорю вам, примерно цифру, где-то около 35-40 минут переезд закрыт. Транспорт не пускает в город Одинцово. Приведение в эксплуатацию этой эстакады движений и приход транспорта в Одинцово, естественно, увеличится на это количество времени. То есть приток транспорта придет туда еще больше. И сейчас, вот и в предыдущем году, и в этом году мы вносили предложение по расширению и увеличению пропускной способности в черте города Одинцово-Можайского шоссе, чтобы этот транспорт, который идет транзитом, он, естественно, выходил из города, ну и проходил черту города гораздо быстрее. Потому что вот это сейчас для нас проблема, то, что может наступить тот момент, когда город просто-напросто встанет, и на самом деле слово пробка будет применяться к нашему городу Одинцово, чего, конечно, нам не хочется. Перспективы с приростом того транспорта, который идет ежегодно, и цифры это показывают, у нас к этому медленно, но уверенно идет. По вашему мнению, где в городе не хватает светофорных объектов? Ну, на данный момент именно по светофорным объектам у нас, в принципе, вопросов не возникает. То есть на данный момент они стоят практически везде, где необходимо. Есть у нас некоторые вопросы, но мы их сейчас еще прорабатываем. Но в основном это связано с движением пешеходов. Мы вносили предложение в том году по установке вызывного светофорного объекта на улице Недельно, где у нас переход к администрации идет с улицы Интернациональной, потому что там огромное количество пешеходов переходит в сторону площади. Ну, улица Интернациональная идет вот это. И там где пресечения? О парк, да, совершенно правильно. Да, да, да. Вот там пешеходный переход. Там вносили предложение поставить его вызывной. То есть на кнопку нажали, он через определенное количество времени сработал, люди перешли. Большая проблема у нас сейчас, естественно, это с парковкой автотранспорта возле выставочного центра. Ну, все прекрасно это видят. Я для всех Американцы здесь не открываю. Все это видят прекрасно. И вот эти парковочные места, где у нас, например, на улице Садовой, где она начинается, если уезжаете с Можайского шоссе, торговый центр, или как он, деловой центр, правильно, бросает автотранспорт на проезжей части. Естественно, автоматически происходит сужение проезжей части, а сужение проезжей части у нас дает проблемы для транспорта. Если вы вспомните, буквально пять лет назад на улице Жукова не стояло ни одной автомашины. Это было пять лет назад. Сейчас она с обеих сторон полностью заставлена, автотранспорт. Это, естественно, связано с чем? С тем, что жители, которые там проживают, приобретают автотранспорт. Прирост автотранспорта, я вам цифры доводил, оставить его просто некуда. Сейчас большая проблема в черте города у нас именно с парковкой автотранспорта. Последние два года совместно с администрацией города Одинцового мы ввели такую профилактику, как эвакуация автотранспорта из-под знаков, запрещающие парковку. Но в основном, эту проблему, естественно, не решить эвакуацией. Проблему надо решать таким образом, чтобы у водителей была возможность куда-то транспорт припарковать законно. То есть мы проводили ряд мероприятий. Вот, например, взять по улице Крылового. Там про расширение проезжей части внутри двора. За счет расширения улиц, те, которые идут мимо дома. Для того, чтобы там увеличились парковочные места для транспортных средств. Например, если увеличить, грубо говоря, на полтора метра ширину транспорт, который стоит вдоль, его можно поставить поперек, увеличивается практически парковочное место в три раза больше получается. А затраты минимальные. И автоматически с центральных улиц города Одинцового этот транспорт уходит во дворовую территорию. Даже такими методами можно автотранспорт убрать именно с центральных. То есть взять у нас два года назад, два, да, где-то три года назад улица Говорова, но самая новая в черте города Одинцово, которая была построена, тоже не стояла ни одной единицы транспорта. Сейчас заставлено полностью и с левой стороны, и с правой стороны. Это у нас последствия того, что количество транспорта у нас растет. Я вам говорил, то, что планируется при строительстве домов, парковки не справляются, и транспорт выходит, естественно, особенно в вечернее, ночное время, на парковку встает именно на центральной улице. Это происходит сужение проезжей части. Это, конечно, большой риск к ДТП, но у нас, когда пешеходы выходят из-за транспортных средств, есть у нас категория водителей, те, которые совершенно и на дорожную разметку не смотрят, могут и на пешеходном переходе машину свою бросить. Поэтому эвакуация у нас есть, эвакуация работает, но большого значительного эффекта от этого, естественно, нет. Для того, чтобы у нас из-под всех дорожных знаков, запрещающих стоянку, эвакуировать весь автотранспорт, это надо эвакуаторов сотни, можно сказать. Парконы, да, у нас в ближайшее время начнут работать. У нас уже места для этого определены, выделены, они будут работать. Но я думаю, от них большого эффекта тоже не будет. Будут приходить штрафы, люди будут их оплачивать. Но... Там штрафы же большие очень. Большие штрафы. Ну, в Москве больше, чем в Московской области, но все равно. Особого эффекта, мы так считаем, этого не даст. Я думаю, вот улица Говорова, да, вот вы ее упомянули, она фактически дублирует, да, является тоже транзитной улицей для транспорта. У нас еще эта улица и обозначена так, как для движения грузового автотранспорта в черте города Одинцово. Потому что по Можайскому шоссе у нас движение грузового транспорта запрещено. А по Говорово разрешено? Говорова, часть улицы Красногорское шоссе, Северное, Садовое. И это является улицей объезда именно грузового транспорта, который попадает в черты. То есть спальные районы там фактически, люди там покупают квартиры ближе к лесу, там, вылитно. У нас в Можайске шоссе это спальный район. У нас вообще весь город Одинцово, это спальный район города Москвы. У нас до въезда в город стоят уже информационные счеты, запрещающие знаки движения в черту города. Но с нашим строительством, завозом товаров, продовольствием, нам от грузового транспорта сравнивать никак не избавиться. Все это прекрасно знают. Поэтому весь транспорт, который движется в черту города Одинцово, а потом сколько у нас строительства, тоже прекрасно знаете. Доставка всех этих материалов, естественно. А потом количество организаций, которые у нас находятся. Взять нашу только западную промзону. У нас там грузовиков не сотни, а тысячи. Таможенный терминал. Но вот возвращаясь к парконом, все-таки машины в основном ведь на ночь оставляют, да, жители? Да, да, на ночь. Но если они утром или днем по-прежнему встают, это как раз и создает затруднения на основном инвестрации? Да, в основном затруднения у нас и проблему затруднений создает именно в то время, когда транспорт, естественно, движется. Это дневное время, совершенно согласен. Часы пик, самая проблема, а вот в дневное время у нас взять где-то, грубо говоря, с 10.30, вот это вот, и до 16 часов у нас более-менее свободно. А потом 16 часов начинается опять до 21 часа, иногда до 22, большие проблемы. Я не говорю, это пятницу и летний период, либо предпраздничество, когда транспорт увеличивается вообще. Если так у нас примерно в три раза транспорт движется больше по Денцовскому району, чем транспорта нашего населения в день, то увеличивается не в три раза, а до шести раз. Поэтому именно в такое время, когда выезды большие, на отдых. Получается, что парконы, работающие в утренние и вечерние часы на этих транзитных улицах, в блажайском часе на Повару, они бы могли помочь? Частично да. Но это в основном наши жители. Вот, например, он живет в этом доме, привык парковать транспорт в неположенном месте. Ему раз-два придет, да, он транспорт уберет. Но у нас же огромное количество транзита и огромное количество, так можно сказать, кто в гости приезжает. У нас вот мы проводили мероприятие по Можайскому шоссе напротив Ростикса. Там, где подземный пешеходный переход на Можайском шоссе, мы с правой стороны просто... Ну, сужение проезжей части происходит. На самом деле ужасно. Маленький участок дороги, большие затруднения. Мы там проводили мероприятие целую неделю по эвакуации транспорта. То есть неделю провели, все, местные жители там не ставят, знают, что сейчас приедет эвакуатор, эвакуирует. Так транзитный транспорт начал там останавливаться, бросать транспорт и убегают на тот же рынок. Ну, вот эвакуация, это все-таки дорогая процедура и по времени, и по силам. Но парконы-то они, мне кажется, более практичные. Парконы, да, более эффективны, но пока мы по ним не проводили ни статистику, ни анализ, пока мы выбрали места там, где они будут работать. И в ближайшее время они должны работать в крупных... Ну, нам обещали то, что до конца года они начнут работать. То есть до Нового года уже должны начать работать. Оборудование, насколько я знаю, уже протестировано и должны они к нам прийти. То есть, мы счастливы, скоро жители Одинцового начнут получить? Да, да, должны скоро начать. А вот северный обход Одинцового, то есть, вот он, ну, чуть меньше года, да, прошло с его запуска. Все-таки вы ощутили снижение потока транспорта через город? Да, с черты города Одинцового транспорт он убрал. Это, в принципе, не только мы заметили, но, я думаю, и заметили жители всего города Одинцового. Потому что у нас, как открылся северный обход, примерно через месяц пропали проблемы с выездом из черты города Одинцового. Это у нас вот этот отрезок... На Можайском часе появились, на Красногорском сразу. Да, на Красногорском появились, да, потому что транспорт уходит туда. То есть, потоки транспорта у нас поменялись. А вот этот участок... Ну, и связи с микрорайоном города тоже нарушилось, вот из-за того, что Красногорское шоссе соединилось с Подушкинским. То есть, теперь, например, с пятого микрорайона до лыжероллерной трассы надо ехать там через Березово, там, какими-то дворами. Да, 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 да. Но это тоже в утреннее время у нас. Когда идет в утреннее, либо в вечернее время у нас обратный процесс происходит. Потому что транспорта очень много поехало туда. А Северный обход у вас тоже, да, находится на обслуживании? Нет, Северный обход находится в обслуживании у 10-го спецбатальона, который Минское шоссе обслуживает. Да, находится там. Там они ведут статистику и тоже, насколько я знаю, и ДТП у них там происходит на Северном обходе. И так вот, по разгруженности, я думаю, сейчас последние развязки они когда откроют? На Можайском шоссе. На Можайском шоссе. На Первом Успенском шоссе, да? Да. То есть, это еще больше разгрузит. Разгрузит именно город Одинцово, я считаю. Въезд от Власихи, от Лайкова до Бирюзова, там сейчас очень тяжелая ситуация. И как раз, наверное, как до Первого Успенского. Да, 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 делают там дорогу, строят, там и эстакады еще дополнительно будут строиться. В Трехгорке? Ну, они, нет, я имею в виду вот эту вот дорогу, которая оттуда упадет, у нас будет эстакады там еще строиться. То есть, это такие планы они есть, и они уже сейчас реализуются, то есть идет. А я говорю про развязку, вот про это, которое у нас, круговое движение над Можайским шоссе после Акул. Вот это, где гусарская баллада, вот эта вся развязка запустится. Сейчас-то она еще не запущена. Но вот как они ее запустят, я думаю, на Можайском шоссе мы транспорт подразгрузим. Именно будут туда уходить потоки транспорта. Может быть, не значит. Улица Боборова, да, и спортивная, как и дублер для движения, в том числе и грузового транспорта, да. Там тоже есть такой сложный участок напротив университета, вот пешеходный переход для студентов. А там, оказывается, у нас грузовой транспорт везде идет. Да, там у нас, именно вот на этом перекрестке мы года четыре назад расширяли там весь этот перекресток, должны все помнить. Когда там было вообще три полосы всего, когда мы расширяли это, увеличили все. Именно там у нас тоже большой узел скапливается в последнее время. Но это связано из-за того, что потоки транспорта менялись из-за северного обхода. Естественно, это по движению с утра. У нас новоспортивные горы остаются до Можайского шоссе, потому что не справляется с выездом транспорта, который движется, можно сказать, большое количество. А в вечернее время, естественно, стоит весь транспорт на въезд в город именно с северного обхода. Вот у нас на портале даже мы публиковали такое предложение поставить светофор с кнопкой для пешеходов напротив АГИ. Вы как к такому предложению относитесь? Ну, в принципе, именно возле университета... Убрать лежащего полицейского, поставить ограждение, чтобы студенты переходили только... Вызывной светофор там поставить, когда им переходить в проезжую часть. Там не так и много, если разобраться, то пешеходов переходит возле университета. Ну, они все переходят именно в обеденное время, где-то там сейчас... По мере окончания занятий, да. Либо когда пребывать на занятиях. Мы говорили про светофоры, как объекты, снижающие аварийность, улучшающие безопасность, но применяются еще такие объекты, как лежачий полицейский. Хорошо, что на Можайском шоссе они не применяются, да? То есть у нас разрешенная скорость по городу 60 где-то, она ограничена дополнительно на 40, но лежачий полицейский это сразу 10-15. У нас, например, интенсивность движения пешеходов, вот сейчас на данный момент у нас самое интенсивное и самое проблемное место у нас, на самом деле это не университет, хотя там большое скопление транспорта, там транспорт самый большой скопление. А самое большое у нас движение пешеходов это на улице Садовой, когда у нас люди идут на станцию Ватратная. Вот там вот самое большое движение пешеходов. Там тоже мы неоднократно вносили предложение о реконструкции, сделать там круговое движение. Пока еще там реконструкций никаких не планируется на данный момент, еще в стадии разработки с администрацией. А пешеходов там на самом деле гораздо больше, чем у нашего университета. И то, что там поставили искусственные дорожные неровности, вот эти вот, просто была необходимая мера принуждения снижения автотранспорта для того, чтобы пешеходы спокойно переходили. У нас же, конечно, там были и наездные пешеходов, и возле университета были наездные пешеходов. То есть есть у нас еще такие места. Естественно, светофорный объект, это профилактирует нам наездные пешеходов. Но на данный момент, я думаю, если где-то и будем ставить светофорный, то что в первую очередь лучше его поставить на Садовой, да. А подземные переходы, может быть, подземные галереи, то есть переходы, совмещенные с какими-то торговыми точками, или надземные, они же более эффективные? Более эффективные. И вообще транспорт не задерживает. Мы вообще двумя руками за то, чтобы делать подземные, либо надземные пешеходные переходы, вообще полностью пешеходов убрать с проезжей части, хоть бетонный забор установить, чтобы они туда не выбегали. У нас с количеством нашего населения в черте города Одинцова все равно находится категория народа, которая лезет на пролом именно на проезжую часть. У нас есть такой перекресток, где мы неоднократно проводили мероприятие, это на улице Недельина, где у нас поворот на продолжение улицы Молодежной, на Красногорске, на Красногорске, как я проезд. Мы там с телевидением сколько раз стояли. И вот дальше снимали то, что родители тащат за руку ребенка через этот декоративный забор, который мы устанавливаем во всех опасных местах совместно с администрацией, перекидывают ребенка через забор и тащат его на проезжую часть. Хотя взять в сторону около 100 метров нормальный оборудованный пешеходный переход. Вот эта категория народа, конечно, им хочешь светофор поставь, хочешь искусственную неровность установи, хочешь забор, они в заборе дырку проломаются и все равно вылезут. То есть вот с такой категорией народу, конечно, тяжело. По поводу подушкинского проезда, его были планы перекрыть, потом его опять открыли? По поводу этого проезда, у нас, когда его закрыли, мы совместно с администрацией выезжали на место. Сразу мы получили всплеск жалоб большой, я думаю, не только к вам, но и к нам. У вас и тоже были. Нам вот этот вот проезд по его закрытию дал проблему в утреннее время с затруднением движения, наверное, на километры. То есть у нас до Можайского шоссе улица Говора устала сразу. Потому что светофорный объект на самом деле в часы пик не справляется на Красногорском шоссе именно по выпуску автотранспорта в черту вот этого промежутка времени до северного обхода. Не могут люди доехать и встает транспорт, но спортивный полностью, Говорово полностью до Можайского шоссе. У нас перспектива была то, что мы Можайское шоссе просто остановим, потому что люди там привыкли ехать быстро, довольно-таки уезжать. Без светофорного объекта сворачивали направо и уезжали. По моменту закрытия три дня у нас там была просто огромная проблема. И это несмотря на то, что это не праздничный день, это не предпраздничный, не выходные. То есть просто час пик у нас, когда люди выезжают на работу. Это у нас... Ну, мое мнение, вообще я против закрытий, перекрытий того, что есть. Мое мнение такое, что надо как можно больше строить, расширять и увеличивать. Особенно по поводу парковочных мест во дворовых территориях. Либо строить отдельно паркинг и убирать транспорт с проезжей части. Потому что скоро мы заставим с таким приростом транспорт, как я говорил, всю проезжую часть в черте города Одинцово. Но сейчас вот многие жильцы, вот особенно новых современных ЖК, они там тоже стараются перекрыть движение рядом со своим домом транзитное. И люди даже для того, чтобы из одного микрорайона города проехать в другой микрорайон, там, не знаю, там школа, там магазин, они все равно выезжают на Можайское шоссе. Есть у нас и такие случаи. Но по закрытию дорог у нас вопросы не к нашей службе, а в основном это к администрации. Я категорически против всех перекрываний. Наоборот, там, где есть у нас небольшие участки, например, где можно сделать с меньшими затратами какой-то участок дороги, может разгрузить довольно-таки большой узел транспортный. Вот еще тяжелая ситуация, очень на вокзальной улице. Там ее пытались сделать односторонней. Потом, я так понимаю, вернулись к прежней двухсторонней схеме движения. Да, мы делали, значит, когда вводили путем введения односторонних движений, односторонних движений, разгрузить проезжую часть полностью. Вот именно на улице вокзальной это у нас не получилось. То есть сделали это на молодежной, да? Потом заявили, что будут дублеры еще на Можайского шосседа. Да, да, да. И на вокзальной, да, мы от этого отказались, потому что там не получалось движение так, как мы планировали. То есть водители все равно ехали в обе стороны? Ну, во-первых, и водители ехали. И потом, естественно, все это делается с учетом мнения тех, кто там живет. Ну, там мнение тех, кто живет, и тех, кто проживает в ближайших домах. Мы попробовали в качестве эксперимента, как у нас пойдет по разгруженности проезжей части. В принципе, большого эффекта не было, поэтому от этого совместно с администрацией мы и отказались. А Молодежную не планируется сделать опять двухсторонних? А мы это эффективно решили? Именно улицы Молодежной, да. Да, у нас там, во-первых, большое скопление транспорта произошло после введения в эксплуатацию всех этих объектов, которые там строятся. И строятся еще, да. И большая проблема там с парковкой автотранспорта, просто огромная. Там планировалось строительство парковок, я эти проекты видел. Не могу комментировать, почему они до сих пор не построены. Но на данный момент мы видим то, как есть. Если там сделать двухстороннее движение, она все равно будет полностью эту улицу стоять, из-за того, что там будет постоянно стоять ДТП. В принципе, как и было. А у вас есть функция вообще согласования строительных проектов, жилых комплексов по количеству машин и мест, предусмотренных для стоянки автотранспорта жильцов? То есть вот этот норматив, он насколько вообще застройщик в городе выполняется? Он там по минимуму, по норме там по какой-то? У меня есть целый отдел, который работает именно в этом направлении. По строительству, по ширине проезжей части, по установке дорожных знаков. У меня представитель этого отдела. Если какой-то вопрос у вас интересует, более тонкий, он вам может все-все-все рассказать. Как строится, чего, где, если у вас есть конкретный. А так, целый отдел у меня занимается именно проверкой проезжей части, дорожных знаков, дорожной разметки и всего. Про СтопХам можно комментировать? Будете комментировать про СтопХам? А что вас интересует по поводу СтопХам? Как вы взаимодействуете или как вы вообще относитесь к работе такой организации? То есть они проводят регулярно свои рейды, вот в одном принципе... Не, ну именно с ними-то мы не взаимодействуем, у нас в принципе с ними взаимодействуют. То, что они привлекают к общественности, к проблеме нарушения правил дорожного движения, я считаю это правильно. И то, что они за позицию соблюдения закона, соблюдения правил дорожного движения. Я как гражданин их полностью поддерживаю. То, что методы их не совсем законные, можно так сказать. Это, естественно, я не могу сказать, что с ними согласен. А так, то, что привлечение общественности идет к соблюдению правил дорожного движения, я считаю это правильно. То, что общественность уже возмущает то, что категории народа совершенно наплевать на соблюдение правил дорожного движения. Скажите, что надо с себя начинать, в первую очередь. Ну, стоп-хамовцы, я думаю, они корректно паркуются. Еще если вернуться к вопросу Красногорское шоссе, вот новый светофор, то, что установили, как-то будет меняться схема работы светофора или нет? Потому что очень... Тот светофорный объект, который новый был поставлен? Да. Выезд с улицы Жукова, вот этот вот. Но он включен у нас был меньше месяца назад. Если он в каком-то направлении начнет создавать проблемы, либо для пешеходов, либо для транспорта, естественно, у него будет переделан режим работы. Но сейчас, на данный момент, по-моему, там проблем никаких нету. Я бы не сказала. До его введения в эксплуатацию там, в принципе, можно было проехать. А сейчас просто с утра выехать невозможно. Проехать в каком направлении? И в сторону подушки. Ну, а откуда? Туда и обратно. Основное направление Красногорское шоссе? То есть, Жукова, конечно, сейчас проще стало. Да, Жукова там проблемы, мне кажется. Жукова, да, выезжать. И через молодежь. Жукова на левый поворот вообще совершенно там невозможно было совершить. Но они могли через молодежь. Через молодежь могли спокойно проехать. У нас и туда транспорт из-за этого ехал. И Бирюзова для них свободно для выезда на Красногорское шоссе, на Подушкинское шоссе, на Северный отход. Встретимся мы с администрацией, посмотрим. А у вас поступали жалобы, да? Да, поступали. Именно по прямому проезду, по Красногорскому шоссе. Красногорский проезд, где сейчас находится экспоцентр как раз. Но уже перенесли. Даже туда сейчас нельзя повернуть, потому что пробка перед этим светофором. Нет, сейчас как раз таки можно, потому что стоит пробка. И, в принципе, через машину закрытый поворот получился. А, это к мечте вот это, да? Да, да, да. Теперь тоже возможно поворачивать. Машин очень много. Скажите, а вот круговое движение? Прежуство, по-своему. Планируется тоже как в плане эффективно для разгрузки потоков. В принципе, оно само регулирует, да? Круговое движение где? Ну, например, вот Жукова и Неделина, да. Там, например, можно было, наверное, светофорную круговую, круговую центральную, напротив центральную. Ну, или где-то еще, может быть, в городе. Вы как-то рассматриваете? Нет, мы рассматривали вопрос кругового движения на улице Садовой, возле поворот на... Круговое движение? Нет, Садовой на Можайское шоссе. Вот здесь вот, где у нас как раз, я говорил, выше... Круговое движение? Да, переход пешеходов к платформе Отрадное. Вот именно с этих микрорайонов, в которые идет большое количество пешеходов, где установлен у нас пешеходный переход и искусственные неровности. Ну, по поводу светофорных объектов, когда мы разговаривали. Вот там мы планировали сделать круговое движение в первую очередь. А там пока круговое движение нигде в черте города именно мы не планировали. Есть у нас проблемные места, довольно-таки большие. У нас что? У нас самое большое затруднение движения в районе происходит... Это Каринское шоссе, это за Звенивердом, тоже Одинцовский район. Там у нас в воскресенье вечером пропад до 14 километров вырастает. Это тоже Одинцовский район. Одинцовский район. Да. Продолжение следует...